Я удаляюсь? Девчонки, начиная свой влог с бьюти темы, как раньше когда-то у меня было. Я сейчас возвращаюсь к тем шампуням, которые у меня когда-то были. Сейчас я вам покажу, я их заказала. Их прислали. Цена, конечно, у них там около 1800 гривен получилось, но там 2 литра. В общем, сейчас я вам все покажу. И плюс я сегодня была в Архитекторе Красоты и купила бигуди, потому что вот моя длина, то есть у меня каре. И я хочу... Есть девчонки, у кого каре, и у них от корней волос держит форму, получается объем. У меня этого объема нет. У меня тонкий волос, но он классный тем, что он прямой. Его не надо вытягивать. Помыла голову, вот уже 3 дня я хожу в таком виде. И выглядят еще норм. Ну, то есть я имею в виду, что я ничего не вытягиваю. Просто искупалась и все. И расчесалась. Поэтому я хочу вот вам показать бигуди, которые там для прикорневого объема. Так. И еще хочу показать вам бибишку. Она с SPF M30, потому что у нас сегодня уже холодно. В принципе, впереди осень. И надо чуть-чуть менять косметику. Вы, кстати, меняете косметику. У вас есть летняя и такая на прохладу уже, потому что менять надо. Итак. Архитектор красоты. Это заказ. Новая почта приехала. Бибишка. Бибишка. Кико. Очень хорошие отзывы. Напишите мне в комментарии, кто пробовал SPF 30, как я и говорила. Я в этом видео покажу вам. Нанесу на себя и покажу, как он смотрится. У меня третий номер, потому что я загоревшая. Ну и плюс, если что, я его чуть-чуть смешиваю с другим кремом. То есть с другой бибишкой. Может быть, это не совсем правильно, в принципе, но я так делаю. Дальше. Вот дебеди. Одни я купила побольше. Ни разу не пробовала. Я не знаю, как будет. Я заговариваюсь. Не знаю, как будет. Потом купила чуть-чуть поменьше. Эти 54, эти 47, по-моему, так. Вот. Глянем. С ними можно... То есть в них вы не поспите. Это вы, например, помыли голову. Ну, это я предполагаю так. Помыли голову, чуть-чуть можно подсушить феном и накрутить, и ходить. Ну, как-то так. Если вы торопитесь, то, в принципе, опять же подсушили, накрутили и опять подсушили. Но я стараюсь феном не пользоваться. Вот. Кстати, можно посмотреть, что сколько стоит. Я резинки купила, Ники. 47 и 57. Вот. Это 47, это 57. Дальше. Я решила попробовать и купила вот две масочки для волос. Что ж такое. Вот. Вот такие вот. Не знаю. Я увидела, думаю, дай-ка я попробую. Одна с кератином. Маска. Да, гладкость и живлыня. С кератином. И вот вторая, она натуральные масла и укрепления. Мы глянем тоже попробую. Часто пользуюсь. Сейчас, конечно, каре, не знаю, как часто буду пользоваться. Хотела чисто черные взять, но не было. Думаю, ладно, потому что Ника тоже пользуется, пригодятся. И взяла, сейчас же скоро, вот уже сентябрь, я взяла резинки. Вот это хорошие очень резинки. Если у Ники плотные такие, ну, как бы волосы, не такие, как у меня. И ей нужны хорошие резинки для того, чтобы держали. И вот. Это с офиса Starline с Харькова. Тут подделки не будет. Я заказываю уже много лет, поэтому, если вы покупаете какие-то шампуни, крема, берите у проверенных людей. Ну, то есть я беру с офиса, где берут косметологи. Вот, так что не просто в магазине. Кто меня смотрит давно, тот знает, что я раньше пользовалась всегда Лендоном. Вот бразильский орех, это питание. И вот зеленая линейка, я всегда называла. Вот, это увлажнение. Здесь шампунь и кондиционер, здесь только шампунь. Тут пробнички. Всегда, когда я заказываю, всегда есть пробнички, ну, для пробы, да. То есть это уже фиолетовая линейка, я уже не помню, для чего она. Вон, читаете. И там же я беру свои крема Жендестре, о которых, ну, уже пользуюсь ими много-много лет. И, в принципе, всегда их хвалю. И тут описание. Вот. Описание продуктов. Экстракт морских выдорослей. Вот. После него волосы, конечно, вообще офигенные. Поэтому я безумно рада. Дальше, в принципе, я буду вам показывать, как меняется структура моих волос. Я думаю, что она будет меняться, потому что волосы сейчас стали еще тоньше, более ломкими. Они стали светлее. Но почему? Потому что я перестала, в принципе, как-то сильно за ними ухаживать. Я начала пробовать разные средства просто все подряд. Просто как блогер мне присылают. И я пользуюсь, пользуюсь, пользуюсь. Ну и плюс, если вы помните, недавно, относительно недавно, это была весна, когда я сделала себе укладку барашек. Помните? Я сейчас фотографию вставлю. То есть у меня подскочили так волосы, так вроде было миленько-миленько. Помыла я голову и ужаснулась. Просто у меня волосы были как солома. После этого они начали обламываться. То есть после этой процедуры я просто... После этой процедуры я жутко испортила свой волос. К чему эта укладка привела, вы видите, каре. Поэтому эксперимент экспериментами не шутите. Если не хотите постричься, то не шутите с такими плойками. Может быть, это от структуры волос зависит. В моей структуре это не подошло. Поэтому как-то вот так вот. Ну, буду активно заниматься. Потому что лицо я никогда не запускаю. Я всегда пользуюсь хорошими средствами. И если я вижу, что средство мне не подходит, я его откладываю. Ну и по моей коже вы видите, да, что в принципе все работает. Поэтому мои рекомендации, все, что касается ухода за лицом, все действенное. Что касается фигуры тела тоже. То есть у меня тоже есть уход. И вы часто спрашиваете, чем я пользуюсь. Я вам рассказываю. Но, видите, с волосами чуть-чуть произошел трабл. Сейчас я возвращаю все на круги своя. Потому что раньше у меня были длинные, классные, густые. Такие, знаете, как здоровые. И волосы, ну вот я не ценила. Я не понимала. Я думала, что ну волосы как волосы. Но когда я оказалась на другой стороне, я поняла, что какие у меня были классные волосы. Вот реально. Но я пользовалась правильными средствами. Поэтому показывать вам теперь опять будут эти правильные средства. И надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Наверное, все кошатины такие. Смотрите. Легла на пакетик маленькая девочка. И уснула. Вот, девчонки, помыла голову. Кстати, помыла шампунью гликолевой. И волосы рассыпались. Классно очень. И накрутила на крупный и чуть меньше бигуди. Значит, у меня 48 диаметр. Ну, 48 миллиметров. Это который зеленый. И... Сам скажу. И 56. Вот эти крупные 56. Вот эти вот 48. Ну, я подержу буквально чуть-чуть, пока собираюсь. И, в принципе, все. Ну, просто для объема. Вот. Девчонки, вот объем с помощью таких бигудей. Ну, прикольно, конечно. Сейчас я переверну камеру, покажу. Вот. Лучше видно. Смотрите, как блестят. Так что я довольна своими покупками. И шампунью, и бальзамами, и масками, и бигудюшками. Видите? Подкрутились. Они еще чуть-чуть упадут. Но эффект мне нравится. И макияж. У меня очень легкий макияж. Третий оттенок от Kiko. Это моя тоже новиночка. Я внизу оставлю ссылочку через инстаграм, и девочки можно купить. Вот так вот. И тушь вам покажу. Тушь неплохая. L'Oreal. У меня есть мои любимки, но эту попробовала. И, в принципе, тоже неплохая. Когда она новая. На кисточке много продукта. И на ресницах от этого тоже. А потом буквально пару применений, и все. Она выравнивается. Все, я готова. Я помчала. Оставайтесь со мной. Девчонки, я во влоге вам показываю. Вот Orange Club. Это аутлет. У меня есть видео таких моих аутфитов. И многие вещи, в принципе, вот с аутлетов. Поэтому, чтобы вы знали. Это метро Левобережка, но аутлетов очень много по Киеву. И вообще, мне кажется, в разных городах. Он есть на Петровке, он есть на Позняках. Есть вот на Левобережке. И где-то там есть еще. То есть, в принципе, можно найти. Так что, если искать, то классные вещи можно отыскать. Вот так вот. Я встречаюсь с подружкой. И вот сейчас сижу в машине и ее жду. Я уже в куртке и в теплом спортивном костюме. Потому что у нас два дня холодно. Поэтому как-то оно так зябенько. Обычно я хожу по магазинам сама. Но в данный момент мы вообще решили просто позавтракать. И как бы соскочить в магазинчик. Порадовать себя, если что-то найдем. Это каван. Это конвертик. Это конвертик. И для того, чтобы вило чистенько. Видишь? Нож с вилочкой. Его кладут в конвертик. А он чистый? Это не конвертик, а ключик. Да. Нет. Это кулечки. Такие кулечки. Вот они. Я помню, помните, поливали раньше семечки? Не только семечки. Их заворачивали и высыпали. И туда высыпали семечки. Ты шел с таким кулечком и лускал семки. Это в моем детстве такое кулечки. Да. И конфеты. А в моем детстве конфеты, макароны. И макароны. Да, так торчали. Что, серьезно? Да, кульки-то по-большому. Вот именно с такой бумаги. А динозавров ты встретила в детстве? Не встретила, но не на такой же степени, мамичка. Я тебя понимаю. Это значит, как сын приходит к маме. Мам, мам, а ты плакала, когда Сталин умер? И знаешь, что мама отвечает? Да, любимый. И когда динозавров я тоже плакала. Мы приехали в Аргентину, гриль. Я стараюсь раз в неделю выбирать семейство. И сейчас будет мастер-класс. Сейчас будет мастер-класс для детей. Ну, можно, в принципе, и так просить, но вообще это для детей. Каждое воскресенье в 12 начинается готовка. Сегодня буду делать десерт. Ее могут делать десерт, потом его запекут, а потом будут кушать и будут еще давать деткам комплименты заведения. Это молочный коктейль. Я не буду, я еще пока кушаю. Спасибо тебе большое. Спасибо, Демид сделал сам десерт. Какая она умница. Он прям в картушке. Он мастер-класс, да? А ты девочек угостишь своим десертом, чтобы они попробовали какую-то вкусную? Кловничка. Кловничка. Молодец. И сейчас гладим. Мы сейчас в Аргентине, которая Анна Ахматова, мне тут больше всего нравится. Есть еще на Болоне, но в Аргентине, Гриб, Анна Ахматова, это моя любовь. Так же, как и на Росановке в Белесу. Это два таких моих заведения, в которых я очень часто бываю. Я обещала вам показать свои покупки. Начинаю с первого комбеза. Он такой миленький-миленький. Знаете, насколько я его купила? Сейчас вам скажу. Это H&M. Цена его 250 гривен. 249, если быть точной. Единственное, что я его отнесу в ателье. Сейчас я вам покажу, почему. Вы простите за эхо, я ушла в дом. Вот. Вот. То есть тут для девочки с ногами, то есть с телом подлиннее, ногами покороче. У меня наоборот. Вот модня. То есть мне надо или здесь приподнять, вот здесь вот, или вот здесь вот выше поднять. То есть штанина сделать длиннее. с кармашками. Вот такой вот. Я не на каблуках. Вы меня простите. У меня палец. Кто подписан на меня в инстаграм, в курсе. У меня там целая история с ним. Поэтому я его покажу только в кроссовках. И в тапочках. И я бы чуть-чуть, наверное, что-то сделала с длиной. Или сделала короче. Ну, длиннее не сделаешь. Я бы сделала чуть-чуть их короче и заузелом. Вот. То есть как бы именно этот комбез, он требует чуть-чуть исправления. Но мне очень понравился верх. Тут красивое декольте. И вот верх в виде корсета. Здесь усы кита. Такие как... Ну, как в корсетах. Этого не видно. И это прикольно. Как-то... Как-то вот так. Миленький такой комбезик. И сейчас покажу еще один. И свитер. Так, еще один. Очень классный. Очень нарядный. Красивый. Белой. Вот. Это тоже H&M. Это уже куколь за 250 гривен. Он с подплечниками. Правильно я сказала? Вот. И что? Что еще о нем вам рассказать? Там ничего переделывать не надо. Он просто идеально сел. Сейчас я вам еще и покажу длину. Конечно, тут нужен каблук. Так не смотрится в тапочках, естественно. Но когда это будет шпинка, водочек или босоножки, будет вообще замечательно. Но, я же вам рассказала, из-за пальца показать не могу. Вот. Хорошо очень сидит. Прям, ну, супер. Прям очень-очень-очень-очень нравится. Конечно, то, что черный. Я люблю черные вещи. Но когда я их, например, сильно много в квартиробе, мне не нравится. Поэтому я с яркими разбавляю. Вот так вот. Это Smart Fashion. Вот. Это Outlet Smart Fashion. Можно погуглить. В гугле вбейте Smart Fashion. Outlet, Киев. И вам вобьет, где, в каких районах есть эти магазинчики. Вот. Я считаю, что прям очень удачная покупка. И сейчас покажу вам свитер. Я купила его специально под подфорты. Это размер M. Тоже H&M. Куплен он за 370 гривен. Вот. Его можно как под джинсы, так, в принципе, под шорты, так и под подфорты. То есть плотные колхотки, подфорты и свитер. И вообще красота. Вот. Он такой здоровый, кажется. Вот. Сейчас. Примерю. Прямо наверху. Просто у меня здесь, в этом доме, нет подфортов. Они в прожилом. И я отменяю вещи. Когда станет холодно, я поменяю. Гардирок поеду. И тогда смогу вам показать полный образ. Хорошее качество. Понятно, что не совсем прям все натурально. Это все-таки H&M. Но за такие деньги, ребята, прям смешно. Кстати, даже можно вот так вот. Под кроссовки. Или под ботинки. То есть миксовать можно по-разному. Но моя цель была именно сделать вот так. Закатываете рукав. Это смотрится очень стильно. Подсмотрела у блогеров зарубежных. Это, в принципе, тренд уже не первый сезон. Но он как-то так полюбился многим. Мне тоже. Поэтому жду осень, чтобы... У меня двое ботфорд очень высоких. И как раз будет идеально. И ботфорды у меня прям чуть ли не... Чуть ли не вот прям уже как чулки. Вот так вот. Как вам мои покупки? Напишите в комментариях. Что бы вы их купили, что вам очень понравилось. А что считаете, что не очень. Ну, вы знаете, да? Я не особо прислушиваюсь к мнению окружающих. У меня есть мое мнение. Даже с подружкой я на крайне редко хожу по магазинам. Потому что, ну, мне не требуется компания. У меня есть моя цель. Я вижу. Я создаю образы самостоятельно. Вот. Поэтому... Ну, мне просто, знаете, как понять ваш вкус. Что нравится, что не нравится. Нравится ли вам от меня какие-то видео в формате фэшн. Если это так, ставьте пальчики вверх. Пишите. Я буду делать это чаще. Ну, и так как осень, хочется чуть-чуть вернуться вот именно в такие влоги. Уютные, домашние. Какие-то бьюти. И какие-то, может, фэшн. В общем, я помню все ваши запросы. Я помню про видео о работе. Оно у меня вот-вот будет. Сейчас у меня мама уезжает. И я, как бы, садик, школа, всех подправляю. И буду снимать, монтировать и заниматься каналом в том числе. Так, ну что. Я вам все показала, рассказала. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ставьте пальчики вверх. Делитесь с подружками, если что-то зацепило в видео. И пишите комментарии. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok